Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В Самаре стартовал форум сообщества. В нем принимает участие губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. В программе дискуссии, проектные сессии, круглые столы, мастер-классы, семинары, питчинг-сессии, тренинги и рабочие совещания. В Самаре продолжается приемка дорог, отремонтированных на средства профильного нацпроекта. В преддверии нового учебного года повышенное внимание уделяют проезжим частям вблизи образовательных учреждений. Игры, песни, мастер-классы и совместная высадка кустарника. В промышленном районе Самары торжественно открыли новую дворовую площадку. Экологическая акция прошла в Самаре на пляже у бассейна ЦСКА ВВС. А после уборки участники увидели театрализованное представление по мотивам картины Репина «Бурлаки на Волге». Гражданское общество России – основа развития. В столице региона стартовал форум «Сообщество», в котором приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Также в числе участников – члены федеральной и региональных общественных палат, руководители и представители некоммерческих обществ, органы исполнительной власти и приглашенные эксперты. Наш регион принял форум уже в третий раз. О важных проектах и предложениях для динамичной жизни Самарской области – репортаж Ольги Павловой. Помочь тем, кто больше всего в этом нуждается – руководители благотворительной организации, участницы форума «Сообщество» Елена Титина на связи с самой уязвимой категорией граждан. Уже много лет она и ее коллеги оказывают поддержку молодым мамам, которые в силу поставленного диагноза испытывают трудности в социализации. Убедить человека в том, что с вирусом иммунодефицита и гепатитом С можно не только жить, но и работать. Такую задачу ставит фонд «Ирина» и проект «Мы вместе». Мы обеспечивали женщин молочными смесями. Мы с вами знаем, что если ребенок сыт, мама может подумать о чем-то другом. Мы проводили мастер-классы, проводили лекции по ВИЧ, тестировали, если понимали, что женщина в каком-то уязвимом положении, у нее были риски. Некоторым помогает в трудоустройстве. За время существования проекта рабочими местами были обеспечены десятки человек. Это только один из проектов, представленных на форуме для тех, кто действует. В этом году Самара приняла форум сообщества уже в третий раз. В нем приняли участие губернатор региона Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, а также члены федеральной и региональной общественных палат, руководители и представители НКО, органы исполнительной власти и приглашенные эксперты. В зале Дворца спорта имени Высоцкого состоялась пленарная сессия. Эксперты обсудили роль гражданского общества в России, развитие институтов общественного контроля. Открывая форум, глава региона Дмитрий Азаров поблагодарил за проведение масштабного мероприятия на Самарской земле и отметил, что в ходе сегодняшних дискуссий удастся услышать важные и новые предложения по созданию условий для динамичной жизни в Самарской области. Главное богатство Самарской области – это активные неравнодушные люди. И то, что форум сообщества проходит сегодня здесь, является, конечно же, подтверждением этого важного сегодня понимания, которое есть в обществе. Без постоянного взаимодействия с гражданским обществом невозможно достигать результатов ни по одному направлению. Одной из задач, которую ставит перед собой форум сообщества, является поиск самых интересных, оригинальных, социальных, экологических и благотворительных проектов по всей стране. Сегодня на площадке форума представлено несколько очень увлекательных и захватывающих идей. И мы бы хотели, чтобы о людях, которые придумали это, узнала вся страна. По мнению экспертов, у Самарской области огромный потенциал в плане развития гражданских инициатив. Регион не только впечатляет креативными проектами. Наша область в числе лидеров по сложной работе с участниками СВО и членами их семей. Та программа, которая создана регионом и которая позволила выстроить взаимоотношения с каждой семьей, с каждым членом семьи военнослужащего, находящегося на фронте, это, конечно, та лучшая практика, которая уже сейчас тиражируется в другие субъекты Российской Федерации, которая, безусловно, является уникальным опытом, который востребован во всей Российской Федерации. Комитет военнофотечества совместно с правительством Самарской области провел огромную работу, заключив соглашение со всеми ведомствами, медицинскими учреждениями, уполномоченным по правам человека. Было проведено анкетирование военнослужащих, которые находятся в зоне СВО, с целью выяснить, ощущают ли они помощь и заботу о своих семьях. Вы знаете, результат на самом деле ошаломляет. Военнослужащие довольны. И тем самым это поднимает боевоспособность. Военнослужащие спокойны, что дома, здесь, в Самаре, о них заботятся. Форумы сообщества, проводимые в разных регионах России, стали площадкой для диалога между жителями и представителями власти. Федеральный, региональный, местный. Стало традицией проводить такие форумы с участием НКО, гражданских активистов, а также глав регионов, представителей министерств и ведомств. Во время форума в Самаре участники смогут не только рассказать о своих проектах и идеях, но и поставить перед властью вопросы, требующие решения, а также привлечь внимание чиновников к проблемам в сфере образования, ЖКХ и здравоохранения. В завершении пленарной сессии в зону СОО от Дворца спорта имени Высоцкого был отправлен гуманитарный груз в 20 тонн, собранный общественной, торгово-промышленной, нотариальной палатами региона, а также самарскими предпринимателями и волонтерами. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Глубина чувств в глубине резкости. В рамках форума сообщества, который проходит во Дворце спорта имени Высоцкого, в одном из залов жителям и гостям города представили фото-выставку «Жены героев». На снимках женщины, чьи супруги посвятили свою жизнь служению и защите Родины. О реальных историях, которые заставляют сопереживать, в следующем сюжете. Портреты жен военнослужащих нашего региона запечатлены в наброшенных на плечи кителях своих супругов. Невестка и свекровь – уникальный кадр женщин двух поколений. Они подставляют друг другу плечо, тем самым оказывая ежедневную поддержку, которая сейчас особенно необходима. А на этом снимке Елизавета со своим маленьким сыном Артемом. Когда планировалась первая фотосессия, жен героев, малыша еще не было. Сегодня Артему два месяца. Он, как и папа, жизнерадостен, спокоен и равновешен. Мужу все хорошо. В тех малых весточках от него, на передовой, всегда говорит, что все хорошо. Мы стоим, бьем врага. Бойцы наши стоят мужественно, стойко. Поэтому все у нас хорошо. Мы победим. Фотопроект создан женсоветом 2-й гвардейской общевосковой краснознаменной армии и общественным культурно-социальным фондом «Звезда Элира» при Доме офицеров Самарского гарнизона имени Ворошилова. Проект «Жены героев», который заразился на территории Самарской области, сегодня охватил 83 региона нашей страны. В нем уже приняли участие 10 тысяч человек. В начале июня он стал победителем второго конкурса 2023 года фонда президентских грантов. В рамках этого гранта мы провели второй этап фотосъемки. На сегодняшний момент около 50 женщин было отснято. К сожалению, не все фотографии поместились, но большинство. Есть матеря, которые потеряли единственных сыновей. Но несмотря на это, они находят в себе силы накинуть на плечи их китель. Накинуть на плечи их китель и поддерживать, помогать других жен и матерей. Каждая фотография сопровождается письмами героинь к своим супругам. Одни полны надежды, другие – светлые грусти. Но все без исключения заставляют сопереживать. Мы ждем тебя и днем, и ночью, и время тает на руках. Мы ждем тебя и знаем точно, что вновь увидимся во снах. Как на тебя похожи дети, улыбки, волосы, глаза. Пишу тебе я строки эти, а по щеке бежит слеза. Светла тебе пусть будет память. Мы ее сможем сохранить. И бережно, с улыбкой нежной, в сердцах своих будем носить. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. В Самаре завершается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Актуальные задачи разбирались сегодня на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Обсуждение прошло под руководством первой вице-мэра Владимира Василенко. На сегодняшний день специалисты ресурсоснабжающей организации и подрядчики продолжают трудиться на трех участках теплосетей. Всего же в этом году перекладывают трубы на 18 объектах. Особое внимание на совещание уделили вопросу переустройства коммуникации, которые расположены либо на территории, либо вблизи учреждения образования. Владимир Василенко поручил ответственным службам до 30 августа заделать вскрытие на отремонтированных трассах, где уже собраны монтажные схемы, чтобы не затруднять проход жителей в школы и детские сады города. В этом сезоне, кроме 18 основных объектов, трубы теплоснабжения модернизируют на двух дополнительных участках. Это объект на магистральной Зубчининовке и объект по Маломосковской, которая будет идти от сквера, который расходится между Маломосковской и Московским в районе Машенниково. Там порядка 150 метров перейти через Маломосковскую. Но еще раз подчеркиваю, сейчас заявок нет, эти объекты готовятся и они на пуск тепла влиять не будут. Кроме того, на совещании в профильном департаменте обсудили вопросы благоустройства самарских дворовых территорий. В этом году по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» обновляют 51 двор. На 27 из них на отдельные виды работ выделили средства как из федерального бюджета, так и из муниципального. Всего же обновляемых в этом году участков порядка 120. Во время сезона благоустройства облагораживают территорию, устанавливая детские площадки и спортивные площадки, а также устраивают освещение и меняют асфальтобетонное покрытие на внутриквартальных проездах. Большинство объектов полностью готовы, на некоторых специалисты продолжают трудиться, и в скором времени все работы завершатся. В областной столице специалисты городского хозяйства и общественники участвуют в приемке отремонтированных дорог. Напомню, в этом году в Самаре обновили 42 объекта транспортной инфраструктуры. Свежий асфальт появился на участках, которые ранее попали в перечень ремонтируемых на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Особое внимание власти города уделили проезжим частям, находящимся вблизи учреждений образования и других соцобъектов. Все подробности в нашем репортаже. Дорога к школе. Именно так по праву можно назвать проезжую часть по улице Красных Коммунаров. По обновленному участку между улицами Калинина и 22-го партсъезда в новом учебном году будет удобно добираться до школы номер 153, детской школы искусств номер 4, центра внешкольного образования и творчества, футбольного клуба, а также рядом расположена и одно из старейших учебных заведений советского района – школа номер 123. В этом сезоне на дорожном объекте в отдельных локациях укрепили основания, заменили старое асфальтобетонное покрытие, предусмотрели водоотведение. Безопасность – одно из главных правил, которым руководствуются специалисты, ремонтируя подобные участки в Самаре. Чтобы жизни школьников ничего не угрожало, на дороге по улице Красных Коммунаров в нескольких местах также установили искусственные неровности и необходимые дорожные знаки. Это вынудит водителя избавлять скорость при подъезде к пешеходным переходам. Когда я сюда пришел, я здесь пятый год работаю, дорога была разрушена. Движение здесь было, мягко скажем, хаотичное такое. Постоянно машины тормозили, останавливались. Потом появилось ограждение вот это вот, а потом дорожное полотно. Это, конечно, очень изменило вообще жизнь. Как хороший костюм обязывает человека вести себя нормально, так и дорога обязывает вести себя на дороге нормальный водитель. Сейчас все работы по улице Красных Коммунаров завершены. Покрытие дороги прошло кернение и дальнейшую лабораторную проверку. Продолжается процесс приемки объекта. В нем участвуют не только заказчик, специалисты профильных учреждений и подрядчики, но и представители общественности. В преддверии нового учебного года особое внимание приковано к дорогам, которые ведут к учреждениям образовательной сферы. Таких в перечне отремонтированных объектов около половины. Их важно не только обновить, но и обезопасить. В частности, устанавливают новые светофоры, наносят свежую разметку и устраивают искусственные неровности. Мы и на следующий год также планируем ввести эту практику при ремонте дорог, ориентироваться на социально важные объекты, такие как школы, сады и поликлиники с больницами. Надеемся, что наши жители оценят нашу работу и увидят все плюсы этого ремонта. Как пояснил представитель профильного департамента, приемка дорог, обновленных в этом сезоне, будет завершена до 10 сентября. Развитие транспортной инфраструктуры – одно из приоритетных направлений работы губернатора Дмитрия Азарова. Только в Самаре в этом году отремонтировали 42 участка проезжих частей. Помог в этом национальный проект «Безопасные качественные дороги». Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. В рамках форума «Сообщество» общественники проверили, как работает городской транспорт. Побывали на трамвайных и автобусных маршрутах, на автовокзале и в метрополитене, а также пообщались с пассажирами. Каким выводом пришли – расскажем в сюжете. Проверить работу общественного транспорта и дать советы по улучшению. В рамках форума «Общественная палата России и сообщества» федеральные эксперты оценили транспортную доступность Самары. Началась проверка в историческом центре. Общественники сели в трамвай и направились в центр «Деловой», где спустились в метрополитен на Алабинской, проехали пару остановок в вагоне метро, обсудили работу самарской подземки и строительство новой станции «Театральной». Далее путь держали к автостанции «Аврора». Здесь проверили наземный транспорт, проехали в автобусе и поговорили с пассажирами, узнали, какие есть пожелания. Заключительной точкой стал центральный автовокзал. Здесь проверяющие осмотрели само здание, места для посадки в автобусы и ознакомились с тем, как работают частные перевозчики. В отношении других городов нет никакого развития по общественному транспорту. Здесь, по Самаре, мы видим определенные движения. Что касаемо остановочных павильонов, они есть в наличии. В большинстве городов остановок вообще, в принципе, нет. Нет навесов. Здесь единственное, нужно добавить расписание на остановку. Больше всего вопросов к частным перевозчикам, которые не выполняют элементарные требования и запросы пассажиров на информацию внутри салона. Вход в переднюю дверь не всем нравится пассажирам. И многое другое, чего мы сегодня обсудили вместе с пассажирами, в том числе частота движения транспорта, более вместительные транспортные средства. Все это пассажиры хотят здесь и сейчас. По словам эксперта, на обновление всей транспортной инфраструктуры необходимо порядка 18 миллиардов рублей, и эти средства должны быть выделены из федерального бюджета. В целом, по словам проверяющих, город обеспечен общественным транспортом. Но наблюдаются сложности в навигации, что может сказаться и на развитие туристического потенциала города. Я обратил внимание, что туристические группы передвигаются по городу, и в том числе на общественном транспорте. И здесь необходимо, конечно же, чтобы на остановках было уведомление о расписании, и в автобусах тоже желательно, или даже необходимо, чтобы объявляли остановки. Муниципальная власть понимает те сложности, которые есть, и уже в процессе нашего разговора оперативно дает обратную связь своим завам на устранение этих проблем. Поэтому я думаю, что подобные проверки хороши тем, что в ближайшее время жители, гости Самары, Самарской области почувствуют на себе эти маленькие изменения. В городском департаменте транспорта также отметили, что подобные проверки полезны для развития города и дальнейшего планирования работы. Коллеги пообщались с пассажирами, указали на какие-то наши огрехи, которые мы будем исправлять. Но в целом я считаю, что это очень полезное мероприятие, оно позволяет немного по-другому посмотреть на себя. В принципе, у нас позиции совпадают. Мы начинаем и ведем работу по развитию общественного транспорта в рамках тех документов транспортного планирования, которые у нас приняты и есть. И, в общем-то, коллеги как раз нам и указали на то, что мы должны более активно и правильно внедрять. Это касается и выделенных полос, то есть у нас недостаточное количество выделенных полос для работы общественного транспорта. Это касается и припаркованных автомобилей, которые, к сожалению, очень серьезно снижают пропускную способность уличной дорожной сети. По итогам проверки будет сформирован документ с краткосрочными и долгосрочными мерами по развитию региональной столицы и направлен руководству города и области. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров, События. Строительство новой станции метро «Театральная» находится на постоянном контроле региональных и местных властей. Работы проходят по графику. На сегодняшний день специалисты полностью закончили освобождать зоны метростроя от инженерных коммуникаций под проходку и станционный комплекс. В полном объеме готовы два стартовых котлована. Для начала бурения смонтирован тоннель и проходческий комплекс. Начать разработку подрядчик планирует в ноябре текущего года. А пока проходит подготовка. В ближайшее время предстоит скорректировать схему движения через перекресток улиц Красноармейской и Галактионовской и продолжить необходимые работы в центре города. Напомню, что строительство стало возможным благодаря федеральной поддержке, которую область получила при содействии губернатора Дмитрия Азарова. В сентябре 2021 года глава региона на заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России представил инфраструктурный проект строительства 11-й станции метро. Театральная станет последней на первой ветке Самарского метрополитена и завершит его первую линию. Участок пути пройдет под улицей Самарской, от Полевой до Ульяновской, а далее по Галактионовской, от улицы Вилоновской до Красноармейской. После завершения строительства подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. С вводом в эксплуатацию станция Театральная интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут, а время в пути от Безымянки до исторического центра Самары до 25 минут. Метро — это вообще очень здорово, когда есть в городе, да, а если еще с историческим центром, ну, я сама живу недалеко от метро, и мне кажется, я бы добиралась на работе не на машине, а именно вот таким способом. Ну, во-первых, это бы экономило время, это бы разгрузило, мне кажется, Самару, и в том числе и пробок было бы меньше, и у меня была бы возможность почитать. В Самарской школе номер 26 прошел фестиваль реализованных проектов победителей школьного инициативного бюджетирования. Представители 10 учебных учреждений рассказали об идеях, которые удалось воплотить школьникам. К участникам фестиваля обратилась и глава Самары Елена Лапушкина. Подробнее в нашем сюжете. Как реализовать проект по благоустройству собственной школы весь процесс — от предложения идей через экспертизу и голосование до реализации. Все это теперь знают ученики 124-й школы благодаря программе школьного инициативного бюджетирования. Узнали, что требуется ученикам, и смогли реализовать проект «Комната отдыха», где школьники в комфортных условиях смогут пережидать окна в расписании или подождать начало дополнительных занятий. Учитывался тот момент, что ребята могут как-то перезагрузиться на той же перемене. Бывают длинные перемены по 15 минут, и в целом, особенно осенью, сейчас пока будет жарко, тепло, они смогут переходить из помещения в помещение. Подобные идеи смогли реализовать еще 9 школ победителей. О своих результатах представители образовательных учреждений рассказали на фестивале реализованных проектов победителей школьного инициативного бюджетирования. Школьники имели возможность получить средства на улучшение условий своего учебного процесса. Где-то создали комнаты отдыха, где-то повысили качество спортивного инвентаря. Также появились комфортные гардеробные. Этот уникальный проект «Школьное инициативное бюджетирование» конечно же даст детям очень многое. И проект этот совершенно не про деньги. Этот проект про инициативы, про открытость, про сплоченность, про коллектив, и про то, что каждый ребенок способен улучшить свою школу и изменить пространство вокруг себя. Детали выбора проектов и вопросы реализации школьные команды представили на специальных стендах. Там же гости фестиваля могли выбрать учреждение, которое получило приз зрительских симпатий. Проголосовала за понравившиеся проекты и глава Самары Елена Лапушкина, которая поздравила участников проекта и напомнила, что теперь они обладают уникальным опытом реализации своих идей, которые нужно передать их сверстникам. Мне радостно от того, что вы, в общем-то, уже получили эту замечательную практику. Вы уже выбрали свои проекты, вы уже смогли их защитить. Более того, вы их смогли реализовать. И теперь вы будете теми людьми, на которых будут равняться. И, в общем-то, вы будете делиться своим опытом. И я надеюсь, что вы это будете делать искренне. На фестиваль пригласили также и представителей школ, которым предстоит поучаствовать в инициативном бюджетировании в наступающем учебном году, чтобы они смогли оценить все нюансы этой работы. Самара стала первым городом в регионе, где была применена такая практика. Ее поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Теперь такие проекты развивают и в других муниципалитетах региона. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Игры, песни, мастер-классы и совместная высадка кустарника в промышленном районе Сабары торжественно открыли новую дворовую площадку. Она появилась по инициативе жителей. Благодаря программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». На праздники побывала Светлана Кудрявцева. А под окнами дома 147 на Московском шоссе настоящий праздник. Жители отмечают открытие новой дворовой площадки. Она появилась благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Отремонтировали проезд, отремонтировали тротуар, отремонтировали и благоустроили, построили детскую игровую площадку, площадку для взрослых и зону отдыха. В этом году по программе комфортная городская среда благоустроено 6 дворовых территорий, по губернаторскому проекту содействия 3 дворовые территории и по программе народной инициативы 10 дворовых территорий. На торжественной церемонии открытия двора глава района поздравил жителей, а также отметил активистов, благодаря которым стали возможны такие изменения. Ведь именно инициативная группа вышла с предложением благоустроить территорию. При поддержке администрации жители подали заявку, согласовали дизайн-проект и контролировали ход ремонтных работ. Благодаря администрации, помощникам администрации мы вышли на эту программу и нам помогли сделать эту площадку. Очень много пространства для бега, для детского, очень много пространства. Ну, там сделали вот этот вот лабиринтик небольшой, тоже очень хорошо. И детки маленькие, и песочницу получили. Хочется выразить огромную благодарность за организацию такого прекрасного праздника для нас, за организацию пространства для наших детей, которые могут развиваться, дружить, играть и быть счастливыми. Благоустроенный двор включает в себя несколько зон отдыха для людей разного возраста. Малышам песочница, горки и качели. А для ребят постарше и для взрослых зона воркаута, где можно поддерживать себя в форме, тренировать силу и ловкость, профессионально заниматься спортом. У меня двое детей, старшему 8 лет. Он у меня спортсмен, как раз воркаут для него. Младший 2 годика. Это вот отличная площадка, замечательная, с удобными качелями, с песочницей, которой нам очень не хватало. Сейчас как раз она научилась кататься на самокате. Площадка, вот этот тротуар, это прям для нее. Благоустройство дворов и общественных пространств – одно из приоритетных направлений в работе губернатора Дмитрия Азарова. В этом году только по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Самаре преображается 51 двор, а конкурсная комиссия губернаторского проекта «Содействие» одобрила благоустройство более 20 территорий. А на празднике двора жители не только пели и танцевали, но и принимали участие в играх, мастер-классах. А затем все вместе высадили на обновленной площадке кустарник, неприхотливый, вечно зеленый можжевельник. Специально дожидались прохладной погоды, чтобы он лучше прижился и долгие годы радовал жителей и гостей благоустроенной территории. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский, События. В Самаре прошла экологическая акция по очистке берега Волги. В ней приняли участие волонтеры и члены Общественной палаты Российской Федерации, которые приехали для участия в форуме сообщества. Акция сопровождалась театральным перформансом по мотивам известного полотна Ильи Репина. Подробности в сюжете Галины Топилиной. В Самаре прошла традиционная акция по очистке прибрежной зоны от мусора. На этот раз волонтеры работали на берегу Волги у бассейна ЦСКА ВВС. Мы пытаемся связать наше прошлое с нашим настоящим и, так сказать, перемахнуть в будущее, оставив эту землю прекрасной, чистой, замечательной, сказочной, необычной нашим детям и нашим внукам. И поэтому я одет в эти аутентичные одежды сегодня. И хочу показать именно это, что эта связь, она должна быть непоколебима. Акцию по уборке Волжского берега посвятили 150-летию знаменитой картины Ильи Репина «Бурлаки на Волге». Именно здесь великий русский художник вдохновился природой и образами, которые нашли отражение на полотне. На Всемирной выставке в Вене эта картина завоевала бронзовую медаль. Ну, мне кажется, что это заглавная вообще работа в русском искусстве, и для нас она действительно знаковая. Вот представьте себе, что Илья Ефимович совсем молодой человек. Почему он остановился здесь, в Ширяево? Потому что, конечно, в первую очередь он был пленен красотой наших берегов. В акции по уборке берега Волги принимали участие члены Общественной палаты Российской Федерации. Мероприятие прошло в рамках форума сообщества, который проходит в эти дни в Самаре. Форум сообщества – это форум для тех, кто действует. И мы сейчас на нашей Самарской земле показали, что мы действительно действуем. И на нашу Волгу-матушку, которая протекает в нашем среднем течении, огибает Самарскую луку, жигули на ее фоне очень красиво выделяются. Мы, конечно, ее стараемся держать в самой-самой красивой чистой форме. В завершении акции для участников было организовано небольшое театрализованное представление. Перед зрителями предстали те самые бурлаки с картины Репина. Закончилось все флэшмобом с участием членов Общественной палаты. Галина Топилина, Константин Головин. События. Сегодня, согласно народному календарю, отмечается Ореховый Спас. А Православная Церковь празднует Спас Нерукотворный. То есть перенесение в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Так называют платок, на котором проявился образ Спасителя после того, как Иисус Христос, умывшись, вытер лицо. Святыню перенесли в Константинополь в 944 году. В народе праздник называют чаще всего Ореховым Спасом. К этому времени созревают лесные орехи, в старину люди отправлялись на их сбор, а затем освящали в церкви. Спас называют третьим, поскольку проходит он после медового и яблочного. И хлебным, потому что в этот день принято выпекать хлеб из нового урожая. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что до 20 сентября продолжается сбор заявок на конкурс среди людей с ограниченными возможностями здоровья, достигших 18-летнего возраста, проживающих в Самаре на получение премии главы города «Мир равных возможностей». Премии вручаются в номинациях «Общественная деятельность», «Литература и искусство», «Образование и наука», «Предпринимательская», «Производственная» и «Научно-рационализаторская деятельность», «Техническое и народное творчество», «Физическая культура и спорт». Заявки принимаются по адресу улица Некрасовская, 63, 3-й этаж, кабинет 19, телефон для справок указан на экране. Администрация промышленного района в телеграм-канале сообщает, что молодые предприниматели могут получить грант в 2023 году на развитие бизнеса на сумму до 500 тысяч рублей. Министерство экономического развития и инвестиций региона анонсировало дополнительный набор в популярную программу «Ты предприниматель». Это отличный шанс безвозмездно получить финансовые средства на необходимые расходы для развития бизнеса. В программе могут принять участие действующие предприниматели в возрасте до 25 лет. Предприниматели, успешно прошедшие конкурсный отбор, получат грант, который смогут реализовать до 1 декабря 2024 года. Администрация Самарского района приглашает любителей спорта принять участие в турнире по быстрым шахматам, который будет посвящен Дню города. Соревнование состоится 6 сентября в 10 утра в сквере имени Владимира Высоцкого. К участию бесплатно допускаются все желающие шахматисты. Суммарное количество участников – 30 человек. В соревновании можно выполнить спортивный разряд. С дополнительной информацией о регламенте, призах и других вопросах, связанных с проведением турнира, вы можете ознакомиться в телеграм-канале администрации Самарского района. Выпуск подошел к концу. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok